Где документы, удостоверяющие личность? У хозяина торговой точки. А кто хозяин? Ахмед. На этом диалог между сотрудниками госсадом технадзора и продавцами заканчивается. Далее бестолковые телефонные звонки хозяину и составление протокола. Сейчас на месте правонарушения составляется протокол об административном правонарушении. По статье 16, часть 1, самовольная установка или использование самовольно установленных объектов, предназначенных или приспособленных для торговли. Совместный рейд нагрянул на сельские поселения Софинское и Рыболовское. Сотрудники полиции проверяли документы, удостоверяющие личность. Представители госсадом технадзора разрешение на торговлю. Ни того, ни другого, ни на одном из пяти проверенных объектов не оказалось. Зато в наличии чайник, посуда и остальной необходимый минимум для временного проживания. Разрешения продажи здесь каких-либо товаров нет. Второе нарушение – это сжигание мусора, которое строго запрещено у нас в Московской области. По разным причинам – и по пожарным причинам, и по экологическим причинам. Третье – это наличие мусора на прилегающей территории. Мешки, пакеты, поддоны. Место, в общем-то, считаем, общего пользования, потому что люди сюда заезжают, ходят здесь. И вот такой бардак, если прямо сказать, это говорит о том, что такие места не должны быть на Московской области. Места для торговли недобросовестные бизнесмены выбирают удачные вдоль оживленной проезжей части. Штраф за несанкционированную торговлю для физического лица составляет от 3 до 5 тысяч. За ненадлежащее содержание территории – от 2 до 5 тысяч. Эти суммы трудно сопоставить с размером доходов. Однако совокупность нескольких правонарушений может повлечь за собой ликвидацию торгового объекта. Данные нарушения, здесь, как правило, не одно нарушение, не только торговля. Здесь и территория находится в ненадлежащем состоянии. Зачастую машины, автомобили, не из которых осуществляется торговля, на которых они проезжают, размещаются на участках с зелеными насаждениями. Все это дело фиксируется. То, что касается машин, тут вообще все просто. Когда делается соответствующий запрос ДБДД, получаем мы данные на владельцев данных транспортных средств и в их отсутствие выносим постановление о привлечении к административной ответственности. Будет выдано предписание после составления протокола об устранении административного правонарушения. Будет определен срок. Я думаю, что дадим срок максимум три дня для того, чтобы данные точки на этой территории больше свою деятельность не осуществляли. Нарушители были доставлены в Бронецкое отделение полиции. До выяснения личности продавцов за арбузами и виноградом присмотрит маленький пес. Рейды по пресечению несанкционированной торговли на территории Раменского района продолжатся. Бизнесмены должны об этом помнить.